здравствуйте дорогие друзья с вами бамбу расскажу о нескольких флейтах которые точно со мной собираются поехать в москву и будут там находиться с 4 по 14 примерно августа флейты разного так скажем уровня и свойства самих инструментов из самых скажем простых по материалу но достаточно качественно сделанных и с которыми провелась очень большая работа вот эти две флейты размерностью 20 значит это технология совмещения бамбуков и других материалов то есть из не корневого бамбука делается фактически флейта по свойствам похожие на флейты из корневого бамбука то есть и по эстетике и частично по звучанию и по общим ощущениям две такие флейты одна из них как-то ближе в сторону сякухати по своим свойствам другая ближе в сторону хочику ну вот собственно вот эта флейта из тигрового бамбука с корневым корневой частью насаженной на этот бамбук вклеенной туда намертво из древесины облепихи очень твердый очень красивый здесь в районе утагучи тоже насадка вклейка бамбука для уплотнения утагучи применен лак уруши и еще два других вида лака флейта в общем может подойти как начинающим так и опытным игрокам так как уже настроена полноценной на ней можно играть практически все пьесы хон кёку несколько звуков пьеса флейта очень хорошо отзывается именно на выдох такой хочиковый на полный выдох вторая флейта сделана из лаосского бамбука ну по той же самой технологии с теми же самыми материалами и совмещениями но у нее чуть чуть меньше диаметр поэтому она как бы звучит поярче более так центрирована все Вполне может быть, как вот таким, ну, можно сказать, профессиональным инструментом. Настройка очень четкая, ясная и очень хорошо утокучая, вот, отзывается на всевозможные манипуляции со звуком. Также есть флейта уже немножечко более высокого свойства, здесь бамбук уже такой прикорневой, это флейта размер C24, по своим свойствам она именно хо-чи-ку. КОНЕЦ Вот такое, как бы, хо-чи-ковое звучание, ну и вполне играется таким спокойным выдохом сяку-хачио. КОНЕЦ Сделано из очень плотного и хотя и не являющимся так вот по сорту прям вот мадаки, но по сути, по своей сути, по своим вот свойствам не каждый даже мадаки может показать именно такую вот, такую именно структуру, такой рисунок, такую плотность. Очень-очень интересный бамбук со множеством таких природных иероглифов, рисунков. С хорошим таким расширением на конусе, с кольцами бамбука, очень красивый. Ну и сама флейта тоже очень хорошо настроена, имеет такой вот плотный тембр. Скорее всего, такая флейта все-таки подойдет человеку, имеющему уже опыт игры на сяку-хате, на хо-чи-ку. Скорее всего, только опытный человек сможет оценить ее какие-то вот такие уникальные свойства. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочу обратить ваше внимание, что, наверное, для начинающих особенно не совсем понятно, вот чем флейта отличается. Может показаться, что флейты, которые были вначале, могут быть ярче и так далее и тому подобное. Здесь есть какой момент? Флейты из более плотного бамбука, из более полноценного, ценного и так далее, они, как правило, дольше разыгрываются. Бамбуку нужно какое-то время, чтобы ожить. Если там заложена именно та настройка, какая нужна, то присутствуют все компоненты при создании, то флейта, ну, так скажем, в разы увеличивается свой потенциал и потенциал раскрывается. Флейты же вот такого свойства, ну, более простого. То есть они все-таки, вот они сразу выдают какую-то определенную такую волну и на ней держатся. Это тоже по-своему удобно, но вот как бы есть такой момент. Ну и вот флейта размерностью 2,5 сяку из бамбука матаки. Бамбук очень плотный, внутри конус, есть вставка из черного дерева, внутри лакировки разведены отверстия под, значит, классическое положение рук, когда правая рука внизу. Ну, флейта полноценно отстроена, разыграно, поиграли некоторые наши замечательные мастера на ней, например, Андрей Челак в НП играл и сказал, что флейта практически, с ней можно сразу выходить на большую сцену. Действительно, это вот такая вот полноценная флейта для, ну, либо для опытного игрока, либо для того, кто может уже сейчас себе позволить такой инструмент и в дальнейшем хочет развиваться и получать радость и радость вот пребывания с этим инструментом в последующие какие-то времена, последующие годы. Потому что потенциал, повторюсь, инструмент очень большой. Так же есть еще и другие флейты, которые находятся в работе и на данный момент неизвестно, будут они готовы или нет. Я про них не рассказываю, просто потому, чтобы не объявлять о них заранее. Вот. Есть еще какие-то инструменты, еще какие-то инструменты, о которых можно поинтересоваться, если кто интересуется какими-то вот полноценными уже флейтами. Ну, в общем и целом, вот эти флейты, которые были представлены, они в Москву поедут. Поэтому вы можете интересоваться. Также те, кто, собственно, в других городах, в других странах живут, это тоже можно поинтересоваться и, так сказать, перехватить у Москвы инициативу. Эта возможность пока есть до, примерно до 3 августа, пока я нахожусь в мастерской. Спрашивайте подробности. Конечно, я буду записывать эти флейты по отдельности, делать еще какие-то дополнительные обзоры. За это время пока нахожусь здесь. Ну, вот, в этом ролике я, так сказать, представил то, что есть, и вы уже можете этим интересоваться. Или даже, если какая-то флейта прям сразу отозвалась, то, можно сказать, ее занять до нашей встречи в Москве. Ну, вот, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Пишите на мой e-mail. Сообщайте. О своих пожеланиях. До связи.